Так я вам сказал о том, что судьба действует очень жёстко, и нельзя поддаваться на провокацию. Также я вам сказал о том, что самое главное в победе над судьбой – это сердечное общение. Оно меняет жизнь точно так же, как дрова, то есть дрова сгорают под влиянием огня. Понимаете, то есть доверительное общение – это самое ценное, что есть в человеческой жизни. Запомните, если вы своё сердце отдали каким-то артистам эстрады, то значит вы получите такую судьбу. Ваша судьба будет меняться, это означает, что настрой на жизнь будет меняться в зависимости от вашего доверительного общения. Если ваше сердце находится рядом со святостью, ваша жизнь будет в верхнем слое протекать, это слой удачи. Всегда только счастье рядом с вами, только самое лучшее. Отборная жизнь – самое лучшее. Если вы общаетесь с теми, кто постоянно, сердечное общение, постоянно с вами говорит о делах, о заботах, то тогда вы попускаетесь в средний слой, будете мучиться в жизни, будете чувствовать, что не хватает времени, не хватает сил. Если вы будете общаться с теми, кто опускает вашу жизнь вниз, со сквернёнными людьми, которые на негативе находятся или которые постоянно ненавидят всех, злятся, ругаются, тогда ваша жизнь опустится вниз, и вы будете с самым дерьмом этого существования, этого мира контактировать, и будете думать, что здесь всё плохо на этой земле, всё один бардак, всё плохо, всё некрасиво. Ну то есть вы выбирайте сами, с кем вам общаться, как вам воспринимать этот мир. И это самая главная наука, понимаете? КПД вашей жизни может меняться капитально. Ну то есть в нижнем слое невозможно жить, там всё просто, ну, человек как носом по судьбе едет, понимаете? В среднем слое он ползёт на корячках, а в верхнем слое он летит над судьбой, как самолёт. Вот, выбирайте, где вы будете жить, понимаете? Поэтому люди не дураки, с древних времён строили храмы, куда заходишь, везде там иконы, чистота. Почему разные веры есть? Потому что есть разные вкусы отношениям с Богом. Если, допустим, человек хочет почувствовать Бога как самого великого, допустим, который делает меня непобедимым, нерушимым, тогда он поклоняется Аллаху. Если он хочет видеть Бога самым сострадательным, милостивым, он поклоняется Иисусу Христу и так далее. Есть разные варианты поклонения, все они означают вкусы отношений с Богом. Конечно, Бог во всех традициях, Он многогранен, но что-то преобладает. Вы заходите в какой-то храм, там одна атмосфера, другой — другая атмосфера. Выберите свою атмосферу, означает вкус отношений с Богом. Это и есть вера. Вера не означает какие-то одежды одеваться. Вера — это просто наука, как идти к познанию своей души и Бога. Всё, науки бывают разные, но суть одна. А где истинная вера, а где ложная? Изучайте, смотрите. Если вера проверена временем, если её принёс какой-то пророк, если есть священное писание, которое нерушимо, если есть святые люди, если есть цепь преемственности, если есть заповеди в этой вере, то эта вера правильная. Если человек говорит, что вера новая, я её принёс. У него нет никаких над ним старших. Нет никакого священного писания, он сам его сочинил. Вера не проверена временем, святых никаких нет, заповедей нет. Просто меня прими, и всё, сразу посвящение получишь. Значит, эта вера ложная. Запомнили? Всё очень просто. Истинные веры проверяются временем. Время всё проверяет лучше всего. Вера существует давно, значит, правильно. Святые люди есть, значит, Бог осветил их. Кроме Бога никто никого не осветит. Зачем она верует в любовь? А любовь бывает разной. Вот, допустим, вы любите человека, эта любовь вас приводит к эгоизму человеческому, к страданиям рядом с ним. Это тоже любовь. Но если взять саму любовь и посмотреть глубже, то она всё равно от Бога. Человек не дарит человеку любовь. Душа по своей природе, она как отражатель. То есть она отражает любовь Бога. Допустим, если душа наполнена Богом, она может любить сильно. А если не наполнена, не может. Вера — это всего лишь путь в какую-то сторону. А любовь — это истина, ради чего человек живёт. Вот смотрите, допустим, человек говорит, а я ни во что не верю. Это и есть его вера. Не верить невозможно. Человек во что-то всё равно верит, означает, куда-то идёт. Вера — это путь. А любовь — это то, куда мы идём. То есть это цель. Ну то есть просто для чего нужна вера? Вера — это способ изучения этого мира. Поймите, пути бывают разные. Если вы считаете, что любовь — это главное, то тогда разберитесь, что такое любовь. Любовь бывает очень разной. Вот, допустим, у меня две сестрёнки, есть родная и двоюродная. Они в детстве, когда им было по пять лет, они смотрели мультфильм. Я на семь лет старше обоих. Вот. Я что-то уже немножко соображал в это время. И они смотрели мультфильм, и там показывали курочек. И моя сестра родная сказала, я люблю курочку кушать. А двоюродная, она заплакала в это время, говорит, я тоже люблю курочку, но только живую. Понимаете, всё это — любовь. Когда человек, допустим, хочет наслаждаться телом своей жены, это одна любовь. А когда он хочет заботиться о ней, это совсем другая любовь. Хотя это любовь. А когда он видит, как она служит Богу и чувствует её душу в это время, это третья любовь к той же самой жене. И вот какие виды любви бывают, надо изучать, мои хорошие, потому что иначе потом жизнь малиной не покажется. Потому что, если, допустим, ты свою жену видел, как она служила Богу, а дальше у тебя очень жгучее чувство какой-то девушки появилось, то сравни эти два вида любви. Девушке тебя тянет, потому что ты хочешь с ней сексом заниматься, а жене тебя тянет, потому что она святая. Так вот и выбирай, какая любовь тебе больше нравится, если ты изучил, что это такое любовь. А если не изучил, тогда твой выбор разрушит твою жизнь. Любовь бывает разной, изучайте. Учитесь любви. Любовь означает всё отдать. Но человек не может просто так всё отдать. Попробуйте быть бескорыстным. У человека есть страх за свою жизнь. Он заставляет его быть корыстным. Но если человек соприкоснулся со святостью, он теряет страх и теряет корысть. И это есть настоящая любовь. Но она, эта любовь, без веры настоящей не существует. Поэтому нужна вера для того, чтобы обрести настоящую любовь. Нужна правильная вера. Нужна вера в взаимодействии с настоящим святым. Настоящий святой соткан из двух половинок. Запомните. Первая половинка называется «Знание». А вторая половинка святого называется «Любовь». Если человек говорит одно только «Знание», он рассказывает о Боге, но у него нет никакой любви к людям, это значит, что это не святой. Может быть, хороший человек какой-то, но он не святой. Если человек всех любит, всем дарит любовь, но у него вообще никакого «Знания» нет, что такое Бог, как правильно жить, то тогда он хороший человек, но он не святой. Но святой человек соткан из двух половинок. У него есть и «Знание», и «Любовь». А «Знание» возникает только от веры. Вера – это путь, правильный путь. Если идет правильным путем, он обретает «Знание» человека. Не только «Любовь», а также «Знание». Понимаете, у собачки есть много любви, но у нее нет «Знания». У ученого может быть очень много «Знания», но у него нет «Любви». Поэтому и то, и другое нужно в равной степени человеку иметь. Мои дорогие друзья, это очень важно. И «Знание» главное – это «Знание» о жизни. О жизни. Самое главное – знание. Есть второстепенные знания, есть главное. Жизнь означает стремление к Богу. Настоящая жизнь. Душа, она может быть повернута в две стороны. Одна сторона – это к Богу, то есть это внутрь, она поворачивается внутрь. Это называется «внутренняя жизнь». Человек садится утром рано, блин, все спят. Чего я, дурак, встал? Делать нечего. Может, глячь спать опять? Его душа не умеет поворачиваться внутрь. Она не может сесть к алтарю и просто думать о Боге, молиться. Она еще не умеет. Она не знает, что делать-то с утра, когда встал. Что делать? Слушать тех, кто молится и молится. Вот что делать. Это называется «внутренняя жизнь». Душа поворачивается к Богу. Бог сравнивается с Солнцем. Он реально как Солнце. Просто это Солнце другое, Он сияет счастьем. Если душа поворачивается к этому миру, она говорит, «Бог ты мой, сколько дел, чего же я сижу, молюсь-то?» И бежит дела делать. Везде занятость большая, понимаете? И там, и там. Когда душа поворачивается к Богу, она думает, «Господи, сколько я нагрешила-то!» Надо все это молитвой уничтожать, и она молится, очищает сердце. Повернулась к этому миру. «Господи, чего же я так долго молюсь-то? У меня там дети не кормлены». И то, и другое надо. Вопрос еще надо больше, понимаете? Если человек живет без Бога, жизнь бессмысленна. Она не имеет цены. И она еще слаба, эта жизнь. Вот в чем дело. Он не сможет, некоторые вещи он не сможет победить ни трудом, ни знанием, ни своими добрыми делами. Есть ситуации, когда ты не сможешь сам справиться вообще. Ты хоть раскались. Нужна молитва. Означает память о Боге. То есть нужна милость. Нужно знать, что судьба может растворяться. Не только отодвигаться, перемалываться, перестрадаться, но также растворяться. Просто потому, что ты занялся тем, что люди не понимают и не знают. Но тебе кто-то это донес каким-то образом, каким-то чудесным. Итак, мои дорогие друзья, подводим итоги наших трёх дней беседы. Стресс нужен. И он нужен только для того, чтобы поменялась вера человека. Запомните, причина стресса только одна — неправильная направленность жизни. Понесло не туда. Если ты полюбил собачку, сильно полюбил своего ребёнка больше своей жизни, полюбил мужа или жену, полюбил ипотеку, значит, Бог тебе напомнит, для чего ты живёшь. И это напоминание будет выглядеть именно так. Ты всё потеряешь, то, что ты имел. Или почувствуешь эту потерю, даже не потеряв. То есть Господь тебе покажет, куда надо идти на самом деле. Стресс нужен обязательно человеку в жизни. Не надо проклинать свой стресс. Вот если вы его пережили, кто пережил стресс, там, несколько лет, депресснике, не проклинайте его, пожалуйста. Он вам был нужен. И если спросить у Бога, допустим, что в вашей жизни самое ценное, вы считаете, в нашей жизни, в моей жизни, я вот в это время испытывал счастье, вот это было самое ценное в моей жизни. А Бог вам скажет, что самое ценное в вашей жизни, это был ваш стресс, это ваши страдания были самые ценные, потому что в это время вы становились лучше. А в то время вы просто обалдели. Понимаете, поэтому непонятно, что лучше в жизни. Может быть, стресс как раз и лучше, но есть две категории людей в отношении к страданиям. Две категории. И я хочу вам сказать одну вещь. Вы, пожалуйста, не выбирайте вторую категорию, хорошо? Никогда в жизни. Она вас сама выберет, если придёт время. Первая категория – люди, которые боятся страданий. И пытаются их победить. И вторая категория – это люди, которые зовут страдания. Зачем? Для того, чтобы всегда помнить о Боге. Потому что только в страданиях человек реально о нём помнит. И я попробовал быть во второй категории. Я молился, есть специальная молитва, я молился Богу. Господи, пошли мне страдания, чтобы я всегда помнил о Тебе. Знаете, я молился не очень долго. Сначала я удивлялся, а что это он мне не посылает? Я же прошу. Но потом он смилостивился надо мной и послал мне страдания. И я полтора года был в этом самом стрессе. И не было просто ни конца, ни краю этим страданиям. Я хоть и молился, и правильной жизнью жил, я не мог выкарабкаться. Поэтому вот этот второй вариант не выбирайте, хорошо? Этот второй вариант для святых людей. Есть реально такие люди, которые хотят так сильно помнить о Боге, что когда им чуть-чуть легче стало, и они о нём забывают, он говорит, Господи, ну давай страдания, я не могу о Тебе забывать. Я хочу Тебе всегда помнить, потому что я Тебя люблю. Имитировать не будем, да, таких людей? Значит, весело. Не, не помните, а? Радоваться чему? Ну, жизни, помните, помните. Есть только два способа радоваться. Или радоваться Богу, или радоваться жизни. Когда вы радуете жизни, вы про Бога забываете. Когда вы радуетесь Богу, вы про жизнь забываете. Понимаете? Поэтому как бы есть два варианта всего. Но мы должны выбрать жизни. Не надо забывать про жизнь, мои дорогие друзья. Надо служить своим родственникам. Надо развиваться на работе. Надо стать успешным человеком. И если вам трудно, значит, пришло время пожить для Бога. Не будьте скупцами. Иначе все равно ничего не получится. В то время, когда пошел стресс, поменьше работайте, поменьше занимайтесь своими делами. И побольше молитесь, побольше на свежий воздух, побольше пробежки. И чем старше вы, возраст чем старше, тем больше в жизни всеми этими вещами надо заниматься. Иначе жизнь закончится гораздо быстрее и гораздо хуже, чем вам хотелось бы. И все это очень быстро может произойти, неожиданно. Поэтому не пренебрегайте длительным движением непрерывным, постом на воде, неподвижным положением тела и молитвой. Четыре способа. Четыре способа. Жить счастливо и не болеть. Да я всю лекцию вам повторяю, мои хорошие. Длительное непрерывное движение. Длительное непрерывное движение. Пост на воде. Неподвижное положение тела длительное. И молитва. Четыре столба, побеждающее время. Вот эти четыре силы отодвигают время от человека, не дают ему войти в него. Злая сила, то есть, ну как бы, ну, она не злая на самом деле, она добрая. Потому что она нас учит. Она отступает благодаря этим силам. Три силы выводят время из тела и из психики. Это пост на воде, длительное движение и неподвижное положение тела. И четвертая сила, молитва, выводит время из нашей духовной природы. Душа человека перестает соприкасаться с материальным временем благодаря молитве. И начинает соприкасаться с каким временем? С духовным. А знаете, что такое духовное время? Духовное время – это когда бесконечно все становится лучше и лучше, лучше и лучше. Материальное время как действует? Со временем все становится хуже. Жизнь тяжелее, здоровье тяжелее и так далее. Материальное время. Но духовное время, оно делает все лучше и лучше, понимаете? Поэтому не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. То есть, если человек соприкасается с духовным временем, он не стареет душой. Он всегда молодой в сердце, этот человек. У него нет старости, у него есть только юность. Поэтому соприкасайтесь с духовным временем, молитесь, и тогда ваша старость станет юностью для вас. Вы будете вечно молодой и счастливым человеком. Субтитры создавал DimaTorzok